Наша жизнь — это огромная картина из мозаики, которая состоит из звуков, движений, красок. А какая самая яркая её составляющая? Конечно же, мечта. Она воодушевляет нас, дарит невидимые крылья и силу, чтобы на этих крыльях взлететь. Возможность взлететь юному таланту дают дельфийские игры. Творческая мастерская, в которой уже сегодня готовится будущее российского искусства. 13-е по счёту состязания проводились в региональной столице с 29 по 31 октября. Судействовали деятели культуры и образования Ульяновской области, руководители творческих коллективов, высших учебных заведений, представители общественных объединений. Были сформированы специальные комиссии, жюри из экспертов Ульяновской области по каждому направлению. Мы смотрели на уровень профессиональных навыков, на перспективность участников, оценивали качество выступления. В этом году молодые участники фестиваля соревновались в 32 творческих номинациях. Помимо традиционного искусства владения музыкальными инструментами, среди состязательных дисциплин фотография, театр, народный и современный танец. Настал этот волнительный момент награждения победителей 13-х региональных Дельфийских игр. Очень радостно, что уже больше 10 лет конкурс объединяет и открывает все новые и новые таланты, и прирастает такими интересными номинациями, как кулинарное и парикмахерское искусство. Ульяновскую область на этих играх представляла целая сборная. Результаты молодых участников, болеющих за них родителей и учителей не разочаровали. Я выступала в номинации «Вокал» и в номинации «Художественное слово». И там, и там я взяла «Золото». В номинации «Художественное слово» я читала произведения «Григорий Горин-Ёжик» и «Михаил Сокурский. Слово России». А в номинации «Вокал» я пела песню «Широка страна моя родная». Первые места, заслуженные. На подготовку своего выступления юная участница потратила около двух месяцев. Настрой на золото был, но вот два первых места сразу оказались неожиданностью как для самой певицы, так и для ее преподавателя. Такой приятный сюрприз. Еще и немалая ответственность. На следующих играх мы ждем от наших участников еще больше побед. Антон Кузьмин, Максим Архипов, Репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин